Инфляция в США достигла 40-летнего максимума. Агентство Moody сообщило о дефолте Белоруссии по внешнему долгу. В США отменили часть санкций против России. ЦБ прокомментировал идею создания стейблкоина в России. ЦБ также предложил снизить число доступных финансовых инструментов для новичков. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Я вернулся из похода, мы ходили по Волге с семьей, со всеми детьми. Отлично сплавились и теперь возвращаемся в строй. Новости у нас снова по графику. Понедельник, четверг, ближайшее время, если не будет каких-то экстренных событий, которые будем обозревать дополнительно. Итак, давайте начнем с того, что у нас происходило. Российский фондовый рынок продолжает движение вниз. Вот-вот дойдем до уровней 2008 года. Но пока еще не дошли, но уже все ближе, ближе и ближе. Это будет интересный откат такой на 14 лет назад. Но пока еще до этого не дошли. Америка постепенно тоже снижается, но зависли вот на уровне 3800-900 пунктов индекс S&P 500. И все, конечно, ждут, что будет. Вот вскоре будет заседание Федеральной резервной системы, где ожидается сильное повышение ключевой ставки. Это большой негатив для фондовых рынков, для бизнеса. И пока все сходятся в основном на том, что это может привести к заметному падению. Хотя кто-то и говорит, что эти опасения уже заложены в текущую цену акций. И, собственно, никакого падения не будет. Поэтому ждем. Но в любом случае для российских инвесторов сейчас американский рынок. Но это не то, что абсолютно закрытая история. Как-то обходными путями через некоторых брокеров все еще можно покупать, продавать американские акции. Но я считаю, что в текущий момент лучше от этого воздержаться и подождать. По крайней мере сейчас, когда риски того, что ты просто окажешься с заблокированным счетом, слишком велики и неоправданы. Нефть около 100 долларов за баррель. Несколько снизилась. Доллар США. У нас сейчас все на уровне 2018 года. Индекс Мосбиржи почти на уровне 2018 года. Курс доллара тоже на уровне 2018 года. Возможно, кто-то в 2018 году нажал кнопку сохраниться. И сейчас мы восстановились до резервной копии 2018 года. Даже биткоин приближается к 2018 году. Видите, это была такая сакральная дата, сакральный год. Некоторые важные моменты из выступлений глав, вернее, заместителей глав ЦБ и главы Министерства финансов. Что они нам сказали? В ЦБ говорят, что в рублевом эквиваленте, в расчетном национальном расчетном депозитарии российском, где заблокирована куча активов, заморожено 6 триллионов рублей. Очень большая сумма. В России даже может появиться рынок замороженных иностранных ценных бумаг, чтобы инвесторы могли реализовывать не сами бумаги, а права требования по ним. То есть по вторичный рынок обращения замороженных активов. ЦБ рассматривает продажу ВТБ всей группы открытия, в том числе сам банк, пенсионный фонд открытия и Росгосстрах. Я сейчас подумал, что название Росгосстрах сейчас прекрасно подходит для состояния всей российской экономики. Росгосстрах такое, говорящие названия. Что нам говорит министр финансов? Он говорит, что мы за перевод любых расчетов во внешней торговле в рубли. Это прекрасно. Давайте весь мир переведем на рублевые расчеты. Разморозка средств нерезидентов будет зависеть от зеркальных действий со стороны западных стран. То есть если там размораживают активы, то и наши что-нибудь подразморозят у нас. Благоприятная конъюнктура на внешних рынках, имеется в виду высокие цены на нефть, газ и уголь, будет действовать, пока будут действовать ограничения, введенные западными странами. Как только санкции частично отменят, то это приведет рынок в равновесие и охладит цены, говорит нам Силуанов. Ну, в общем, заявляет, что проблемы с энергетикой во всем мире, собственно, причины тому санкции. Как только санкции снимут, то поставки нефтегаза возобновятся и, собственно, всем будет счастье. Минфин не возражает против бартера вместо расчета в валютах недружественных стран, то есть предлагает бартерам рассчитываться с другими странами. Мы им нефть, а не нам там что-нибудь оборудование допустим. Россия также хочет создать свой эталонный сорт нефти. Сейчас нефть марки Юрлс российская, она торгуется с некоторым дисконтом к основным маркам типа бренд, норвежская нефть. И Россия вот хочет сделать свою марку, свой эталонный сорт и начать отдельно привлекать иностранных партнеров к закупке данной нефти. В высшей школе экономики назвали признаки будущей глобальной дедоларизации. В перспективе роль доллара будет снижаться. Однако другие эксперты считают, что утрата долларом доминирующего положения, хотя и возможно, но это дело очень-очень далекого будущего и многих-многих лет. Поскольку слишком большие резервы, слишком большого количества стран сейчас хранятся в долларах. И просто так отказавшись от доллара, это по сути означает взять и сжечь резервы, запасы, которые лежат у многих стран, но, собственно, в этой валюте. Поэтому просто так это вряд ли получится. То есть, другими словами, чтобы увидеть крах доллара, нужны молодой возраст и хорошие гены. Газпром за полгода снизил добычу газа на 10% и экспорт в дальние зарубежья на 33%. В частности, по северному потоку в Европу Газпром сократил поставки на 40%. Из-за этой ситуации в Германии ввели чрезвычайный предпоследний план сокращения поставок российского топлива. И, судя по всему, главный минус европейских санкций против газового сектора России будет виден зимой на градуснике. У тех, кто будет сидеть дома без отопления. То есть, реально в Европе очень большие проблемы. Хотя там и многие хорохорятся и говорят, что вот мы там заместим какой-нибудь венесуэльской нефтью, еще чем-то, но это невозможно сделать быстро. Сейчас инфраструктура просто не позволяет это сделать. И даже сжиженный природный газ, который Америка по завышенным ценам предлагает поставлять в Европу, тоже наталкивается на проблемы логистики. У них просто нет столько танкеров. Там есть порядка 500 танкеров, которые ходят, которые можно пустить на поставки. И все. Быстро танкеры не строятся. Их невозможно построить. То есть, это огромные сложнейшие механизмы, которые строятся годами. Поэтому в Европе сейчас, конечно, большая проблема. Путин обязал Газпром перечислить в бюджет 1,2 триллиона в виде нового дополнительного налога на добычу природных ископаемых персонально для Газпрома и его счастливых акционеров, которые ожидали дивиденды. Потому что это именно та сумма, которая, собственно, планировалась в виде дивидендов, которую озвучивал совет директоров. Ну, а потом благополучно, собственно, это дело все отжали. И можно это назвать спецоперацией по дедивидендизации миноритарных акционеров. Вот какое слово. Еле выговорил. Ну, а уж как реализовано, это было красиво. Агентство Муди сообщило о дефолте Белоруссии по внешнему долгу. Они выплатили в белорусских рублях долг. Собственно, идут в фарватере России, остаются верным союзником до последнего рубля и в бюджете. И пока, собственно, то же самое реализовано, что и делала Россия. Но, собственно, сейчас уже, по-моему, никого не волнуют вот эти заявления. Там дефолт России, дефолт Белоруссии. Ну, все уже поняли, как и что тут происходит. Правительство упростило рефинансирование ипотеки за счет мат-капитала. Теперь это будет сделать несколько проще. Исключена целая одна справочка. То есть, чтобы рефинансировать у нас ипотеку, нужно было кучу справочек пособирать, особенно с мат-капиталом, доказывать, что ты не верблюд, там с органами опеки решать проблемы. Теперь из этого списка исключается справка от рефинансирующего банка, подтверждающая направление средств на погашение первоначального кредита. Ну, в общем, одной справочкой меньше, и то слава богу. Инфляция в США в июне достигла 40-летнего максимума 9,1%. Это самый большой годовой рост с 1981 года. Основной вклад в это внесли цены на бензин, которые выросли там почти на 40% в Америке. И в Америке свои проблемы, которые нарастают. Инфляция не спешит замедляться, а только растет. С учетом того, что им надо поднимать ключевую ставку и поднимать сильно, это, в общем, реально большие проблемы. То есть цены, дорожают цены на горючее, на продукты питания, на многие другие товары. В общем, проблем сейчас хватает по всему миру. Если вы хотите жаловаться на то, что только у нас плохо, нет, не только. Плохо много где. В Африке голод сейчас ожидается, и причем конкретный голод, есть будет нечего. В Великобритании вот премьер-министр сменяется и правительство меняется. В Японии там свои проблемы с убийством бывшего премьера-министра. На Шри-Ланке революция. В Америке сейчас тоже непонятно, что будет с дальнейшей политикой, как там, насколько Байден справится со всеми этими делами. В общем, по всему миру грядет нечто невообразимое. Нам повезло с вами жить в эпоху перемен, в интересную. В США отменили часть санкций против экономики России. Вот так. Минфин США выпустил генеральную лицензию, которая уже разрешает транзакции с Россией, связанные с продовольствием, удобрениями, пассивными материалами, лекарствами, медоборудованием. Поскольку в США ожидаются проблемы с урожаем зерновых, и им пришлось пойти на некое послабление санкций в отношении продовольствия и удобрения. То есть российское зерно тщательно изучили под микроскопом и пришли к выводу, что оно не столь антидемократическое, как показалось на первый взгляд. США исключили также санкции за отказ других стран от потолка цен на российскую нефть. Но они пытаются ввести некий потолок цен, который непонятно, как вводить. И вообще это такая довольно странная затея. Но сейчас уже вроде бы не столь они настаивают. Просто хотят, чтобы России платили как можно меньше за ее нефть. Себестоимость добычи биткоина снизилась с 24 тысяч в начале июня до 13 тысяч долларов. Связано это с тем, что мощнейшие, крупнейшие гигантомайнеры стали использовать гораздо более эффективное майнинговое оборудование. Ну, по крайней мере, заявляется так. Но если себестоимость 13 тысяч, вот он порог, ниже которого вряд ли спекулянты позволят увести цену биткоина. Годовая инфляция в России. Вернемся к нашим баранам. У нас она замедлилась до примерно 16%. То есть немножечко начинает откатываться назад инфляция. Но это, надо понимать, это месячная инфляция. То есть это по итогам июня, по итогам прошедшего месяца. Естественно, по итогам года она будет гораздо более высокой. На уровне там что-то типа 17%. Я понимаю ваше возмущение, когда вы пишете, да вот я цены в магазине видел в два раза выше цены. Но тут надо понимать, что инфляция просто считается усредняя большое количество самых разных товаров. Не все подорожало в два раза. Действительно, что-то подорожало в два раза. Что-то не подорожало вообще. Например, некоторые услуги. Бензин не подорожал пока в два раза. Ну еще что-то. В общем, они все это дело усредняют и получают некий средний показатель инфляции. При этом инфляция для людей, как правило, намного выше. Ну по крайней мере в текущий момент. То есть та, которую ощущает реальный человек, она заметно более высокая. Вот напишите, какую инфляцию примерно ощущаете вы. Что у вас вот по тому, как вы чувствуете, насколько выросли цены на то, что вы в основном покупаете. Центральный банк предложил снизить число доступных финансовых инструментов для новичков. Чтобы, не дай бог, случайно кто-то не заработал слишком много, ЦБ вводит все больше ограничений для неквалифицированных инвесторов. Сейчас предлагается убирать структурированные, структурные продукты, прошу прощения, чтобы были доступны начинающим инвесторам только базовые простые инструменты. Высоконадежные облигации, акции верхних эшелонов, паи фондов, ну и кое-что еще. Но на самом деле цель тут, как всегда, благая, что многие люди вообще не понимая, куда они лезут, они ввязываются во все тяжкие и покупают те активы, которые им впаривают часто консультанты банков, инвестиционных компаний, которые они совершенно не понимают, ведутся просто на рекламу, а на самом деле там краятся очень высокие риски. И ЦБ тем самым пытается защитить тех, кто ничего как бы в этом не понимает, а как понять, что ничего не понимает? Денег нет, значит ничего не понимает. Такой простой рецепт. Ну там есть несколько критериев, как можно стать квалифицированным инвестором. Это либо сумма активов там свыше 6 миллионов, либо специальное образование в виде там высшее экономическое образование, либо аттестаты ЦБ или бывшая федеральная служба по финансовым рынкам. Вот у меня есть аттестат ФСФР, федеральная служба по финансовым рынкам, которая затем в ЦБ превратилась в структуру ЦБ на деятельность по управлению активами, например. Мне этого достаточно для получения статуса квалифицированного инвестора, ну и по капиталу, естественно, тоже. Так что, но тем не менее, количество инструментов сокращается, однако, значит ли это, что больше некуда инвестировать? Нет, не значит. Просто я, например, сейчас смотрю в гораздо большей степени не на публичные инструменты, не на фондовый рынок, потому что сейчас у меня к нему доверия нет, после, ну не то, что вообще, а в том плане, что я считаю, что риски неоправданы. Поэтому я делаю докупки очень небольшими суммами. Вы меня иногда спрашиваете, вот где мой инвестиционный эксперимент, который, когда все было хорошо, я вел, потом перестал. Но на самом деле, я в середине весны делал выпуск, что просто в ближайшее время я не делаю покупок на фондовом рынке, ну нечего особо показывать. Делаю, вернее, но на очень малой сумме, примерно там в пять раз меньше, чем я делал это раньше. А в целом здесь в состоянии такого некого ожидания. При этом я активно продолжаю инвестировать в другие инструменты, продолжаю покупать недвижимость. Вот надеюсь, на следующей неделе у меня будет сделка по покупке очередной новостройки для деления на студии по ставке 0,1%. Плюс у нас идет там инвестируя в строительство загородных домов, инвестируя в бизнес, ну и многие другие проекты, там целый ряд бизнес-проектов. Кому интересно, вот еще раз отошлю, если не читали, книга управления деньгами. 40 инвестиционных инструментов, инвестиционных стратегий. Здесь я многое, что описывал. Там есть много QR-кодов. Вот, например, видите тут QR-код. Наводите смартфон, смотрите более подробное описание этой истории, там с дополнительной информацией и прочим. Тут вот много там, что-то с картинками, что-то с таблицами, с расчетами я приводил. Поэтому, если не читали, рекомендую. Ну, а если читали, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам эта книга. Надеюсь, она для вас полезна. Под видео дам ссылку, ее можно приобрести на Озоне. Райфайзен Банк тоже повышает комиссию за обслуживание брокерских счетов валютных. Валютных и брокерских счетов. Так что Тинькофф, он теперь такой не один. Теперь вот Райфайзен тоже повышает ставки на валютные счета. Полпроцента для суммы свыше 5000 и от 1,1% на суммы свыше 50 тысяч долларов на валютные счета. На брокерском счету 3% будет плата за покупку валюты на брокерский счет. Вот так. Так что постепенно нас выдавливают из долларовых активов и они становятся все более токсичными. Минпромторг обещает возобновить программы поддержки автоиндустрии, льготного автокредитования, лизинга, будут участвовать в льготном автокредитовании авто Lada Gas УАЗ стоимостью до 2 миллионов а также электрокары Эвалют которые производят на заводе Мотор Инвест в Липецке. Правда это клона китайского автопрома но тем не менее так что скоро мы будем все счастливыми обладателями. Lada Gas и УАЗиков пересядем на отечественный прекрасный автопром. ЦБ прокомментировал идею создания российского стейблкоина. регулятор против во всю. ЦБ видит только цифровой рубль единственной альтернативой. В общем ЦБ всеми силами пытается откреститься. Силуанов кипит идеями давайте майнить биткоин, давайте электростанции подключать. Хватит просто так ледоколом атомным бороздить просторы ледовитого океана. Наконец давайте там майнинговое оборудование поставим и будем не просто так кататься а будем целенаправленно майнить. Вот она национальная идея мощная. Но ЦБ пытается пока от этого дела откреститься всеми силами. Компании РФ готовы обеспечивать потребности страны в области приборостроения электротехники. Нам заявляет об этом глава Думского комитета по финансовым рынкам. Дальше цитирую. Сейчас когда против России вели санкции многие ведущие компании стали уходить с рынка это почти незаметно для потребителей. Потому что у нас сохранено приборостроение электротехника которые полностью и высококачественно обеспечивают страну необходимой продукцией. Когда ты депутат главный навык умения читать текст листочка и не смеяться при этом. Но вот такими лозунгами красиво говорить это все прекрасно если не вдаваться в детали что многих многих типов продукции у нас нет к сожалению. Особенно таких высокотехнологичных типа турбин там для заводов станков очень многих и так далее. Правительство создаст федеральный реестр долгостроев хотя у нас и так есть реестр обманутых дольщиков проблемных объектов теперь еще дополнительный реестр создадут и будут пытаться как-то достроить. У меня две новостройки несмотря на все эти реестры до сих пор с 2014 года строятся там в Звенигороде и в Ногинске и 8 лет так и не достроены несмотря на все эти реестры но вот сейчас еще один реестр создадут вот теперь-то заживем. Стоимость евро сравнялась со стоимостью доллара все паритет евро равен доллару теперь один к одному скорее всего дальше будет все только хуже для Европы потому что в Европе проблемы самые большие тяжелые то есть у них со всех сторон проблемы это и огромные проблемы с ценами на энергию потому что они не готовы терпеть такие цены но представьте у вас тарифы ЖКХ выросли в 4 раза вот вам приходит платежка и вместо 4000 за ЖКХ 16 как вы на это отреагируете скорее всего это будет очень болезненно но это как бы может быть даже еще и не смертельно для кого-то для кого-то даже и смертельно будет но для многих промышленных предприятий это выводит их просто за грани рентабельности все они становятся убыточными это большая проблема но кроме этого еще и куча других проблем но вот рост цен цены на продовольствие цены на энергетику растут это приводит к волнениям конфликтам к тому что начинают где-то идти смены правительств как мы видим например правительство Великобритании премьер-министр уходит со своего поста в других странах начинается все больше и больше разных движений там естественно все это обосновывают какими-то скандалами но на эти скандалы всем плевать пока все нормально а вот как только начинаются проблемы находятся тут же какие-нибудь скелеты в шкафу а он там где-то кому-то кто-то приставал и тут же это используют как повод ЦБ сообщил о росте профицита внешней торговли в 2,6 раз и то есть что это значит экспорт в 2,5 раз больше импорта хорошо ли это нет нехорошо в идеале должен быть паритет примерно около нуля то есть сколько продали на такую же сумму что-то закупили за границей что но чего нет в России в нашем случае это в первую очередь высокотехнологическое оборудование но по многим позициям это там и медицинское оборудование и станки и там разные турбины и двигатели к самолетам и так далее но сейчас вот импорт очень сильно просел в текущий момент это к сожалению проблема ну что же друзья такие новости в завершении еще раз отмечу технический момент очень много создается к сожалению клонов мошенников то есть создается клоны берется моя фотография делается там такое же название Николай Мрачковский и отсылаются разные предложения куда-то там перевести деньги будьте очень аккуратны к сожалению вот несколько человек мне писали что попадались на это и переводили деньги и даже там не попытавшись разобраться не связавшись с нами вот просто увидели такое сообщение и ну потому что это делается там массовыми рассылками через разные ресурсы будьте очень бдительны если сомневаетесь напишите нам и ни в коем случае не переводите там никуда вот просто так деньги под видео есть ссылка на наш телеграм канал официальный подключайтесь там очень много всего дополнительного разные дополнительные материалы я выкладываю иногда отвечаю на вопросы видосы какие-то какие-то личные материалы если актуально присоединяйтесь надеюсь для вас это тоже будет полезно чтобы быть больше на связи и получать больше интересного контента на этом от меня на сегодня все удачи до новых встреч с вами был Николай Мрачковский